Отечественная либеральная интеллигенция Министр культуры Владимир Мединский «Ни один проект Манского, в том числе и Артдогфест, не получит никаких денег, пока я являюсь министром культуры. Он наговорил столько антигосударственных вещей, что пусть делает фестиваль за свой счет. Мы же не запрещаем его фестиваль». В марте 2014 года Виталий Манский подписал письмо «Мы с вами» в поддержку Украины. Его опубликовала общественная организация российских кинематографистов «Киносоюз». Главный тезис – «Мы категорически против лжи в освещении судьбоносных для Украины событий и тем более против российской военной интервенции в Украину». В итоге российской армии на Украине нет, а киевские СМИ по степени вранья и пропаганды превзошли даже Геббельса. Но группа кинодокументалистов твердит про российское военное вторжение. При наличии документальных кадров и подтверждений преступлений киевских силовиков и поддерживаемых официальной Украиной властью батальонов-правосеков. Господин Манский и его друзья не заметили массового сожжения людей в Одессе, геноцида мирных жителей и разрушения артиллерии Украины и инфраструктуры на Юго-Востоке. Художники, актеры и режиссеры частенько живут в своем творческом мире. Но, господа, если вы полезли в политику и бросили тяжелые обвинения собственному государству, то отвечайте за свои слова. Позиция Министерства культуры и лично Владимира Мединского в этой ситуации единственно верная и правильная. Никто и ничего не запрещает. Не нравится Россия, ее руководство или даже народ, тогда не стоит надеяться на то, что оплевываемое государство будет вас за счет налогоплательщика содержать. Все честно и в духе рыночных отношений. У государства, как заказчика, свои представления о качестве и содержании продукта и собственные условия. Не нравится – ищите средства вне госбюджета. Например, с помощью краундфандинга. Вот только с 27 августа инициаторы Артдогфеста собрали лишь 460 тысяч рублей при анонсированном желании оттянуться на 8 миллионов. Граждане не скидываются на между собойщик, латентных предателей врунов и любителей бюджетной халявы. Радует, что государство осознает важность борьбы в интеллектуальной и творческой среде за сохранение и развитие страны. Не может Россия себе на погибель спонсировать либеральных пиявок фрондирующей интеллигенции. Не может и не будет. Этого вы никогда не увидите на YouTube. Читайте на сайте politrasha.com Сателлиты лают на слона. Президент Литвы Дали Грибы Ускать заявила, что Россия является террористическим государством. Во сколько обойдется Литве русофобская риторика президента? Фальшивый транзит. Из-за санкций ряд предпринимателей решили обходить запрет на ввоз продукции из ЕС путем организации фальшивого транзита продукции из Белоруссии в Казахстан. Как остановить поставки морепродуктов из Белоруссии? Путин в воплощении спокойствия. Доморощенные либералы и их обслуга из СМИ продвигают идею о том, что современная Россия – это новый СССР, причем СССР – периода полураспада. Ждет ли Россию очередная модернизация по западным лекалам? Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com